А вы что, хотите объяснять простое через сложное? У вас такой замысел, да? Вообще, в науке обычно сложное объясняют через простое. Знаете, почему сказать? Потому что сложное – это сложенное из простых. Поэтому, если я хочу что-нибудь сложное объяснить, я начинаю это через простое. Причем абсолютно простого вообще ничего нет. Или что-нибудь есть? Ну, атом сложный или нет? Простой. А что, электронов там нету? А протонов, нейтронов нету в ядре? Есть. Ну, что вы говорите-то? Ну, а дальше? А дальше микроэнергет, что закончился на этом? Дальше нельзя исследовать. Абазоны, фермионы. Есть, есть. Посматривали, сколько же курсы. Да, так что, нет, так нам это не пройдет. Ну, нет, так вы уверенно сказали, конечно. Уверенность, она придает силы. Ну, тут нет, ничего не получилось. Кто начало-то скажет, что такое? Ничего никогда не начинали. Неужели в жизни вы ничего никогда не начинали? Самый простой вопрос. Или, например, кто-то все время начинал, а вы приходили и заканчивали, и заканчивали. Ты столица поокончила? Приступилась. Началось какие-то основы, с которых... А? Начало основы. Что я не знаю, начало? Сейчас, чтобы знать, что такое начало, надо знать основу. Ого-го. Ладно. Да. Приступить в первый раз к чему? Приступить в первый раз к чему-нибудь. Начало. Вот я как раз приступаю, первый раз. Ну, и чего это начало? Ваши действия. А какого у меня действия? Никакого действия. Опять приступил? Еще раз приступил? Ну, начало вашего... Ну, ты же третий раз приступил. Так вот, первый раз, когда я приступил, это было начало. А это теперь продолжение, да? А окончание будет? Похоже, окончание не будет. Сколько у нас осталось до конца? То есть, вот вы на этом же примере можете видеть, что... Известное... Известное. Это же известно, что такое начало. Ну, как бы, все считают, что всем известно. И Гегель на эту тему, вот Гегель, создатель науки и логики, создатель диалектики, он специально этому остановился и говорит, кто же будет... Вот в чем причина, что вы этого не знаете? Он вот это обдумывал. Ну, потому что, если это известно, кто будет задумываться над тем, что известно? Ну, правильно? Раз, поэтому о неизвестном еще задумываются, об известном меньше всего задумываются. А известно оно с детства. Поэтому человек с детскими представлениями доживает, даже глубоких сидит. Потому что он никогда не додумывается. Вот я сейчас спрошу, у вас деньги есть? Деньги есть у вас? Да. Ну, откуда у вас деньги? Вы же студентка. Странно. У вас долги должны быть? Долги тоже есть. А вы знаете, что такое деньги? Откуда вы знаете, что это деньги? Вы знаете, что такое деньги? Валюта. Вы еще и валюту знаете. С ума сойти. Спасибо большое вам. В валюте. Ничего себе. Не надо, валюту не трогаем. Скажите просто, что такое деньги еще? Я взял известное, правильно? Единица, а не надо. А? Единица обмена. Единица обмена. А почему единица? Потому что деньги разве единица? Если пять тысяч, то же единица. Все-таки единица обмена, наверное, рубль у нас. А тут пять тысяч. А? А деньги это же не обязательно единица. Почему это единица обмена? Сейчас-то вы сразу как-то перешли на какой-то на единицы. Нет. Что ж такое деньги? А вы обмен-то знаете, что такое? Кстати. Сейчас вы и посыпетесь. Нет. Знаете вы? Ну скажите тогда, если знаете. Или вы не выдаете, потому что у вас это секрет. А вы думаете, вот узнают и всем другим расскажут. А вы хотите на этом бизнес сделать? Потому что кто хочет узнать, что такое обмен, приходите ко мне. Хочешь узнать? Доллар. Скажу обмен. Вон этот обезьяна. Стоит на берегу ручья и получит шкурку от банана. Медведь подходит и говорит, а что ты делаешь? Дай доллар. Доллар. Скажу. А, ну интересно же, что это у состоит и получит. Он дал ей доллар. Ну говори. Ну что вы, деньги собирают? Ну скажите, что такое обмен? Вот это вот такая история. Деньги мы не можем сказать, обмен мы не можем, начало мы сказать не можем. Тогда скажите, что мы можем? Ничего. Тогда скажите, что такое ничего? Ничего. Вы не расстраивайтесь. Вы не расстраивайтесь. Я сейчас вас ободрю. Как я могу вас ободрить? Только с помощью философии. Я же не могу это беспредметно. У меня предмет какой? Философии. Значит, все, что я вам, так сказать, такое вдохновляющее могу сказать, только со ссылкой на философию. Вот у философов принято хвалиться не тем, что ты много знаешь, а наоборот, меньше кто знает. Меньше. Чувствуете? Это уже вам хорошо. Хорошо. И вот два философа встречаются. Один говорит, я нечего, я знаю мало. Второму же выиграть надо, говорит. А я знаю меньше. Когда первый говорит, а я ничего не знаю. А второй говорит, а я и этого не знаю. И выиграл. Чувствуете, философы? Не то, что так, я такой многознайка. Вот я вот мало знаю. Так, так что у нас? Что у нас уже? Теперь уже и обмен надо знать. И деньги надо знать. И начало. Что-то мы уже, у нас много очень чего надо. Давайте что-нибудь одно выберем. Давайте начало мы давайте. А иначе мы же идем куда-то в другую ветвь, да? Начало. Но если я что-то начинаю, значит, я, наверное, знаю, что я начинаю. Вы недавно были это начало? Ну, вот если я ничего не начинаю. Вот Горбачев, ему сегодня отмечают 85 лет. Вот что он начинал? Он до сих пор скрывает, что он начинал уничтожение Советского Союза и социализма в СССР. Это видно же, мы как вообще? Вы Библию что-нибудь читали, Немерочка, нет? По словам их узнаете, их или по делам? Как там написано? По делам их узнаете. Нам надо спрашивать, вот интервью сегодня публикуете в одной газете, в другой. И вам интересно его спрашивать? Мне вот неинтересно интервью. Я знаю по делам его, что он сделал. Что является началом деятельности Горбачева? Это было начало уничтожения Советского Союза и начало уничтожения социализма. Так или не так? Или сомнения есть какие? То есть, когда вы говорите о начале, надо брать результат. Результат. То есть, нельзя определить начало, какой-то, если вы вообще сейчас, вот если вы в начале обучения, наверное, вы хотите обучиться. А если вы не хотите обучиться, это не начало обучения, а просто у нас идет такой разговор. Ну, приятно так, сидели, сидим, время нам выделено, мне идет зарплата, вам ничего не идет, поскольку товарищ Дворкович сказал, нечего студентам платить стипендию, потому что, говорит, они уже молодые, здоровые, пусть работают. Ну, закройте тогда дневное отделение. А не закроем. Пусть и дневное, и работают. Так начало, что такое? Начало, это, дорогие товарищи, неразвитый результат. Неразвитый результат. Вы без результата можете говорить о начале? Войну начинают, в начале войны, это что такое? Значит, война будет еще. Начало работы, работу надо. Начало обучения вашего. Если вы начинаете свою деятельность в качестве студента исторического института, да, института истории, так вы хотите вырасти в историках. Правильно? Я неправильно понимаю? Историк. Чего? Ну, тогда идите в другой. Если вы тут колебнетесь, тогда у нас никого тут не держат. Так, начало, разобрали? Значит, начало вы начинаете. Теперь в начале надо брать простые категории или сложные? Простые. Лучше как пойдем, от простого к сложному или от сложного к простому? От простого к сложному. Так, теперь нам хочется, чтобы нам понятно было. Правильно? Значит, просто простой или самая простая? Самая простая. Во. Ну, вот золотые слова, вот люди. Приятное просто имя дело. Самая простая. Вот единственное осталось, а какая самая простая категория философии? Самая-самая простая. Самая-самая. Ну, к вам самая легкая, мы же договорились. Студенты попросили самую легкую дать вопрос, самую легкую категорию. Я пошел им навстречу. И когда я пришел им навстречу, они говорят, что вы требуете с нас самую простую категорию? Я говорю, да? Я не требую, вы сами захотели. Что такое? Какая самая категория философии самая простая? Что такое философия, это вопрос. А категория, это уже не вопрос, а некоторые утверждения. Определение философии. Определение философии. Ну, это мы уже с вами изучили. Мы уже самой философией занимаемся сейчас. Не о том, что она полезна, что нужно, что за наука и так далее, а уже прямо вот сегодня у нас вторая лекция. Вот мы начинаем. Договорились с самого простого. Ну так, я мог бы начать и все. А мы тут обсуждали, с чего начать. Договорились с простого, потом с самого простого. Начинаем. Какая самая простая категория? Если бы была сложная, вы бы могли сказать, я не знаю, я еще не изучал. Если самая простая, уж самая простая, это, наверное, понятно. Как вы думаете, какая категория самая простая? боятся самых простых категорий ужас ужас самых простых боятся пример это не может быть примера очень сложный любой пример это он слов надо знать зарождение философия про зарождение это можно говорить о зарождении значит узнаете как делают философа это самые бездельники философы они быстро разбираются с такими вопросами очень легко как они разбираются надо выяснить что такая самая простая категория если это самая простая категория то эта категория логично ну самая простая категория 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 1 ты говори мы ее с вами рассмотрим что здесь собираемся это вы собираетесь а мы уже рассматриваем все уже рассматривают а вы только собираетесь вы пришли на занятие и занимаетесь а вы их обираясь собираю ничего себе не надо уклоняться еще меня позвали дескать давайте начнем сначала вы же вы вот меня втянули в это дело потом собираемся мне надо выворачиваться значит мы рассматриваем самую простую категорию это категория категория значит мы ее рассматриваем рассматриваем а раз мы ее рассматриваем значит она есть что есть категория которую мы рассматриваем есть ну вот Вот так категория, самая простая категория, которая есть, мы назовем, назовем ее, как называется, то, что есть? То, что есть, как называется? Бытие, глагол быть, знаете, нет? Есть это от глагола быть, бытие, бытие. Логично? А вы что хотели вначале от нее? Вначале, вот, есть она и все, больше ничего вы не можете сказать вначале. Это первый же категория, мы же начинаем философию, если начинаем, куда же мы можем пойти? Значит, вот, второе, значит, а какое бытие? Вначале, мы же вначале находимся, какое? Самое простое. Ну так самое простое, это какое? Бытие. Ну как-то красиво надо. Я же вам сказал, философы – это бездельники, они хотят выдать отсутствие всего за присутствие. Это вот чистое бытие. Да, красиво надо как-то поставить. Не то, что я ничего еще не знаю, а я знаю, что такое чистое бытие. Красиво же, чистое бытие. А какое бытие у вас? Бытие, вот, вы есть. Вот, я про вас мало знаю, я даже фамилию еще не запомнил. А вы про меня что знаете? Может, я это не я, я вам документы не показывал. А вот то, что я есть, у вас есть сомнения, что я есть? Нет, ну вот, вот вы вначале. Вы меня изучаете, как преподаватель? Изучаете. Вначале, что вы про меня можете сказать, что я есть? Что вы еще вначале-то хотите про меня, можете сказать? Ничего. Вначале. Сейчас-то мы с вами уже не вначале, на самом деле. У нас начало было вот. Это начало нашего, так сказать, совместного обучения, знакомства. А начало философии, первая категория, которая есть бытие. Но какое бытие? Чистое. Чистое. А чего чистое? Ничего еще про него, кроме того, что оно есть, не сказано. Правильно? А как вы вначале… Вот вы осознаете вначале, если в самой простой категории, в самом начале, что вы можете знать про то, что в начале? Можете знать что-то? Можете. Что? Что вы знаете про то, что в самом начале? То, что оно есть. То, что оно есть. Ну, это мало, что ли? Это вот вам пусть… Вы думаете, что вы думаете, эта философия – это игрушки. Вам что, безразлично, есть или не есть? Вот у вас что, вы есть или вас нет? Это вам безразлично? Да? Вы берегитесь у нас, бывает, сходы. Вот сейчас подойдите ближе к библиотеке Академии наук. Вот если раньше бы там поставили леса и поправили бы там лепнину, то сейчас написано, осторожно, могут, туда ссыпаются или падают части фасада. Вот вы сейчас есть, а придете, там, встанете около библиотеки Академии наук, хорошая библиотека, взрослась, часть фасада, и вас нет. Это вам пустячок, что ли? Это я уже теперь цену набиваю, как философ, если категория бытия очень важная. Потому что очень важно, есть вы или нет? Или вот вы говорите, деньги есть? Даже вы не знаете, что такое деньги, но все равно для вас ведь важно, есть они у вас или нет? Если вам не важно, сдайте мне. Мы найдем применение. У меня есть, но если нет? Что-то вы задерживаетесь. Значит, для вас тоже существенно, есть или нет? Так есть или нет, существенно? Существенно. Поэтому не надо думать, что это мы такой вот, это очень серьезная категория бытия. Бытие – это первая категория диалектики, чистое бытие. А вначале могу я вам, я начинаю про вас рассказывать, что я про вас могу рассказать вначале. Что вот вы есть. А это уже будет не начало, если я дальше буду рассказывать. Сейчас начну с какой вы одежде, какие, так сказать, волосы, какие глаза. И это уже не начало. А вначале что я про вас могу сказать? Только то, что вы… А вы про меня тоже самое. Что вы можете про меня сказать вначале? Ну и все. Вы диалектику изучили? Изучаете? Чего нет? Как нет? Скажет, интересно. Сидим, изучили первую категорию диалектики, а она хотела все смазать, всю нашу работу выбросить вообще. Вы свою выбрасывайте, нашу-то хоть оставьте. Вот мы с вами же изучаем диалектику. Ну да. Вот мы изучаем, а она… Если бы вас не было, мы бы и не стали бы вас говорить. Так я же есть. Если бы не стали вас говорить, то мы уже… Так я есть. Вот, видел? Вот первый раз хоть меня оценили за то, что я есть. Больше никто. Единственный раз в материи жизни. Сколько преподаю? Черт не знает, сколько. С 71-го года. И вот, наконец, сказали, что у нас все равно есть. И нам хорошо, и вам хорошо. И вы есть, и я есть. Это не… А если бы вас тут не было, а я бы пришел, и было бы у нас вот это занятие, прошло бы? Не надо. Это прошло бы, видите? У нас все… У нас все продумано. А потом бы я сказал, у вас так вот в этом посмотрите. Фонд Рабочий, канал на Ютьюбе, фонда Рабочий Академии. Там будет лекция, и там будет видно, что вас не было на занятии. Первый раз прощается. Это же контроль. Видите, он как направлен. Не меня снимает, вас снимает. А в следующий раз вы не привезете, будет тут дырка такая на экране. Так, значит, вот, поэтому, если вас спросят, допустим, дома, а что вы сегодня изучали? Мы изучали чистое бытие. Ну, только надо гордо это говорить. Это у вас такие занятия? Да, у нас такие занятия. Вот. А теперь будем обдумывать это, чистое бытие. Вы как будете? Вот так делать? А теперь перейдем вот к другой категории. Или так, Каштонович, перейдем? Или категории должны сами переходить? Сами. Вот, сами, в нашем мышлении. Что возьмется? Обдумать чистое бытие. Очень рекомендую, потому что следующий будет отдумать более сложный. А это самая простая категория. Вы еще ее обдумать. Вот вы хотите обдумать чистое бытие? Вы когда-нибудь обдумывали чистое бытие? Вот сижу я на заваленке, обдумываю чистое бытие. Это же красиво, правда? Вам приходилось обдумывать чистое бытие? А смотрите, вот чувствуете, как хорошо быть философом. Ну и какие-то там, какие-то конкретно сидят. Сижу, обдумываю чистое бытие. У вас представилась возможность обдумывать чистое бытие? Ну и что вы придумали? Долго-то не обдумываете. И что там обдумываете? Вы же видите, чистое бытие. Да, есть, и это здорово. Вот. вот это здорово и еще чего может сказать цель она есть она это здорово то что мы есть это не как здорово нет что вы это ведь чистое бы все это не про вас а про что только про окружающего сейчас такой вот у меня внучка в школе поэтому изучаем окружающий мир то есть вы всех окружающие все изучаете а себя не изучаете что-то такое за предмет такой почему я просто мир изучать вот мир изучаю не это окружающий то есть вас не изучаем но если окружающие так это не может быть вы вас окружает я окружаю вас она окружает она она вот все мы а вы не вы себя не окружаете как вы себя вы попали в окружение а вы-то не попадаете в число окружающих То есть вы, вот математика называется проколотая эпсилонокрестность. Эта точка изъята из рассмотрения. И это вот людям преподают в школе. Окружающий мир. А почему? Кто-то хотел, там есть написанный учебник 21 века. Ну это нахал 20 века. 2100 там написано сверху. Сейчас издают они, да тогда выбросят ваш этот дурацкий учебник, в котором окружающий мир. Просто мир вам плохо, мало? Мир мало вам что ли категорий? Ну так что, мир не хотите, только окружающий. А что, у нас окружил мир? Сейчас стрелять буду же? В чем дело? Зачем оху? Я в окружение попал. Что за ерунда? Так, ну значит это здорово, но только здорово не только вы, да? Это здорово, что вот здесь стол, за которым вы сидите. Это уже окружающий мир. Это тоже, да. Почему окружающий мир? Ну вы и себя взяли, и мир взяли. Но это, так сказать, не только про себя вы должны сказать. А мы что, нет нас? Вы про нас не хотите сказать, что мы тоже есть? Время чистого бытия. Чистое. Так чистое это только про вас или про все? Ну, наверное, про все. Во. Про все это. А что значит? Как это выразить в положении? Все есть чистое бытие. В начале. Ну, что бы вы ни изучали, в начале изучения для вас просто чистое бытие. Правильно? Ну это хорошо же. Знаете, какой мы логический ход сделали. Не только здорово, что вы есть, но здорово и что другое есть. Вообще здорово все, что есть. То есть, что мы получили, что чистое бытие – это всеобщая категория. То есть, ее можно отнести к чему? К чему эту категорию? Она выражает что? Только какие-то отдельные вещи или ко всему? Ко всему. Вот это и первая логическая категория. Все категории, к которым мы будем изучить, относятся в философии. Это не химия, в которой относятся только к химии. Это не физика, которая к физическим процессам, а в философии изучается то, что относится ко всему. Вы чем там занимаетесь? Да неважно, чем вы занимались, к вашему, чем вы занимаетесь. Это все относится, раз относится ко всему. Чувствуете? Ко всему. То есть, все есть чистое бытие в начале изучения. Хоть стул вы изучаете это бытие, хоть вас изучаете, хотите меня изучать, все равно чистое бытие. То есть, ну так обдумайте дальше, что вы можете сказать. А теперь я к вам. Знаете, как сейчас приходят журналисты и приходят с микрофоном, говорят, а что вы можете сказать, ну какого курса? Первого? Вы уже экзамены в первом семестре сдали? А, сдали? Отлично, успешно. Вас не выгнали. Что вы можете сказать о чистом бытии? Только не говорите, что это тяжелый и сложный вопрос. Что вы можете сказать? Даже простая категория. Я подслушивал ваш разговор, кто присутствовал. Простая категория. Что вы можете сказать о чистом бытии? Или вы ничего не можете сказать? Чего вы говорите? А? Относится к чему. А, ну что-то отличает. Ну, относится к чему. Это мы слышали уже. А еще чего можете сказать? Это мы слышал. Первая категория диалектики. Ну, это понятно. А вы, мы еще знаем. А ты в самом начале, я не знаю, что такое диалектика. Вы меня не забиваете такими? Тем более. Вы просто забиваете. Диалектика. Это сложно. Что еще можете сказать? Еще у вас, Соня, есть что сказать? Для нашей галеты? Для нашего канала? Что вы можете еще сказать? Про взаимого. Ну, правда, сейчас. Не надо, грустно. Давайте что-нибудь хорошее. Вы есть, честно. Вы есть. Вы есть. Если все есть, так и я есть. Ну, это как бы повтор уже. А еще, кроме того, что-нибудь можете сказать? Кроме того, есть чистое бытие? А? Нет. Нет, не можете. То есть ничего больше не можете сказать, да? Нет. Ах, ничего не можете сказать. Да? А раз вы ничего не можете сказать, то что получилось? Чистое бытие? Нет, вот вы не следите за мыслью. Я на вас накричал, а вы не следили, я пугал. А на самом деле, вы правильно, вот вы-то биловали открытие, что чистое бытие перешло в чистое ничто. Ну, нечего больше сказать, мысль пришла у вас за ничто или нет. Вам, кстати, пришла. Вот так вот, так все вот первооткрыватель. Откроют, а потом лавры, конечно, вот эта соседка с этой стороны, с этой стороны, мы все используем, а они остаются в забвении. Я скажу, вы ничего не могли сказать, так вы пришли к новой категории – ничто. Какое ничто вначале? Если мы еще ничего не можем о нем сказать пока. Не потому что мы слабым умом, а нечего о нем сначала сказать, потому что вначале. Надо просто понимать, что мы вначале, поэтому о чистом ничто вначале. Ничего нельзя сказать, кроме того, что оно ничто. Так, теперь у нас уже сколько категорий? Две. Две. И еще что у нас есть? У нас еще есть переход чистого бытия в чистое ничто. Он состоялся. Обратили внимание, нет? У нас движение категории есть. То есть у нас категория чистого ничто превратилась в чистое бытие превратилось в чистое ничто. Все заметили? Это важно же? Вот если будете дома рассказывать, что вы там изучали. Тогда мы изучали, как чистое бытие перешло в чистое ничто. Сурово, интересные у вас занятия такие. Видно, да, делом вы там занимаетесь в университетах. Правильно вам такую стипендию платят. Так. Что теперь будем делать? Кто предложенник? Надо просмотреть переход, как он все это переходит. Да какое мы можем просмотреть переход? Уже перешло в ничто. У нас перед глазами теперь только ничто. Так вот его надо и рассматривать. Что вы нас куда-то хотите отвезти? Надо следить за мыслью. Если мысль о чистом бытии перешла в мысль о чистом ничто, так надо теперь рассматривать чистое ничто. И не надо нас нету. Переходы, там, сложности всякие. Не надо. Вот здесь чистое ничто. Давайте рассматриваем. Что-то вы вам такую сложную задачу дали? Вот можете сказать про чистое ничто, можете сказать про чистое ничто. Безобрали. Все это наша насмарка, все обучение. Я же вам сказал. Вот. Вот оно. Вот я. Молодец. Есть, правильно. Ну, первая ошибка. а на ошибках хочется, говорит, что оно есть. Но только надо солидно так сказать. Вот представьте себе экзамен. Вы же мне будете все сдавать, персонально причем, каждый экзамен, весь курс, и вы в том числе. И вот я вас спрашиваю что-нибудь, а вы ничего не знаете про это. Что вы скажете? Вот. Если зачет, это все зачет. Почему? Потому что я скажу, а еще что вы знаете? А еще что вы знаете? А вы скажете, а мы договорились один вопрос. И вообще, это что у нас? Это опрос? Или допрос? Все, я спрашиваю. Все, я ответила вам. Давайте зачет, ставьте, я ставлю зачет. Ну, с экзаменом хуже, конечно. Ну, портит. Второй вопрос все портит. Но зачет, вот уже вот с этим знанием философии вам зачеты не страшны. Какие? Только надо вот не так, как вы так. Надо вот так вот. Да, вот я вот спросите меня про то, что я вообще ничего слыхал, не слыхал, видом не видал. Спросите, что я знаю об этом. Спросите меня. Что вы знаете? Нет, ну о чем-то, о таком, чего я не знаю. Ну, что-то придумайте, по крайней мере. Что вы знаете обо всем? Я знаю, что оно есть. Солидно? Да. Вот я вам этот секрет раскрою. Меня когда учили в институте у горло-носо постановка речи, сказали, Михаил Васильевич, надо говорить убедительно. А вы говорите? Не убедительно. Вот послушайте, как будет убедительно. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Убедительно? То есть, я как бы к тому послушал, думаю, надо же вообще даже ничего. Не важно вообще, что ты говоришь. Вы же зачет хотите получить? Надо гордо говорить. Я знаю, что оно есть. Какие-то, да и вопросов не может быть вообще. Надо себя уважать. Мы уже изучили две категории. Мы две категории изучили диалектику. Вы диалектику изучаете? Изучаю. Да. Ну, а сколько? Мало там, много. Ну, кто? А кто все категории изучил? С каким философом вы меня хотите сравнить? Все философы один больше, другой меньше. У них разные точки зрения. То есть, вы уже философ. Правильно? Потому что вы изучаете, но на продвижении налицо. Вы даже знаете, как чистое бытие перешло в чистое ничто. А вот чистое ничто есть. Вывод? Вывод можете из этого сделать? Раз чистое ничто есть, то что про него надо сказать? Что оно есть. Во. Вот. А что так грустно вы это говорите? Так радостно надо говорить. Это солидно, что оно есть. А раз оно есть, то оно что? То оно бытие. Почему чистое? Видите, мы уже прошли такой долгий путь, уже состарилось это бытие. Уже не чистое. Уже чистое ничто переходит. Просто бытие. А вот сейчас начинается самое интересное. А бытие-то уже перешло в чистое ничто? У нас вот мы уже все знаем. Вы же уже давно изучаете диалектику. Почти пять минут. Для истории это не важно. Пять лет, пять тысяч лет. Какая разница для философии? Для философии нет никакой разницы. То есть вы уже изучили, что в бытие переходит ничто. Как только вот это чистое ничто перешло в бытие. Дальше уже все автоматом. В бытие это уже перешло в ничто. Но уже не в чистое, потому что уже как в чистое, когда уже такой пошел круг. Бытие в ничто, ничто в бытие, бытие в ничто, ничто в бытие. что мы имеем? Нет бытия, нет ничто, а есть движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто в бытии. Так или не так? Все ощущают это? Вы чувствуете, что произошло? Так. И что у нас получилось? Получилось неслыханное, не виданное. Вы такую категорию знали до сегодняшнего дня? Казалось, мы начинали с такого пустячка, чистого бытия, да? Пришли к другому пустячку. Ну, с чистой ничто еще пустячок, и с пустячком вообще чистое ничто. И с этим, так сказать, домой было бы не очень так прийти и сказать. А вот придете, и тебя спросите, что вы изучали? А мы изучали движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто в бытии. Вы даже не знаете, как это называется. Но кто из ваших родственников знает, как называется движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто в бытии? Все. Все. Вы уже возвысились над ними бесконечно. Все. Ну, на третьем шаге. Два шага было такие предварительно. Как это назовем? Это же категория? Движение, исчезновение, бытия в ничто, ничто в бытии. Категория логическая. Какая? Она диалектическая, потому что здесь сразу два противоположных движения в одном движении. Видите? Движение. Бытия в ничтое, движение ничто в бытии. Движение исчезновение, бытия в ничто, ничто в бытии. Вот когда есть такие два движения в одном, они называются, эти противоположные движения, моментами. То, что неразделимо, то, что существует только вместе с другим, с противоположным, называется моментами. Еще одна категория. Это уже пошли бесплатные уже приложения. Ничего уже выдумывать не надо. Это просто вот мы смотрим и видим, вот же, вот они неразделимы. Это же бытие есть. Что? Это же и есть бытие. Где? Нет, это уже не бытие. Бытие это было, есть и все. А здесь движение, исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытии. Какое это бытие? Движение и исчезновение. Движение? Движение. Там есть союз между движением и исчезновением? Нет. То есть движение есть? Никакого союза и нет. Движение и исчезновение – я. Или просто исчезновение бытия в ничто, в ничто в бытии. Ну движение-то, ну какое движение? Потому что в этом движении есть два противоположных движения. Вот эти противоположные движения в одном движении называются моментами. Пример хотите? У вас кровь есть? У вас вся одинаковая кровь или отдельная? Есть, венозная? Есть. И артериальная. Они как? Двигаются в одном направлении или в противоположном? В одном. Что в одном, да? Одна кровь у вас несет остатки, так сказать, разложения клеток, продукты, так сказать, их деятельности. Вторая кровь. Или все-таки у вас венозная уносит вот эти остатки, а артериальная приносит кислород. Нет? Не так? Как нас в школе учили? Нас в школе что, зря учили? Меня тоже учили. Меня не обманешь. Я в школе учился тоже. Вы сколько классов кончили? Одиннадцать. А? Одиннадцать. И я одиннадцать. Вот и все. Поэтому вы меня не обманете. Какая-то противоположность движения. Это одно движение. Движение кровообращения идет. Это одна система кровообращения. А, видите, два противоположных движения в одном движении. Движение крови. Вот это моменты. Потому что вы можете кусок вырезать, сказать, это вот кровь только аминозная. Это вот только аминозная. То есть это вот никак их не разделишь. Так в физике, например, это момент именно называет. Моменты вот, если вы произведение силы на плечо умножаете. Так вот это вот произведение называется момент. А почему? А потому что вы можете сделать более короткое плечо, то там нужно применить большую силу, чтобы был бы тот же момент. Правильно? То есть как бы неважно какой длины, важно, чтобы они давали один и тот же результат в произведении. А тут в движении они. В движении они. Противоположные моменты в одном. У вас не бывает, что в душе борются противоположные моменты. Прийти на Алексу, не прийти на Алексу, не прийти на Алексу, прийти на Алексу, прийти на Алексу, не прийти на Алексу. И вот, если у вас победит один момент, прийти, вы пришли. А если победят вот люди, которые не пришли, допустим, на Алексу, как нам к нему отновидеть? Это жертва. Боролись, боролись и проиграли. Мы скорбим. Или человек боролся, 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 прийти вовремя, не вовремя, вовремя, а спать же хочется. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Мы это знаем, эти стихи. И вот он, вот он открывает дверь через 15 минут. И на него, почему вы опоздали? Человек боролся. Он пришел в страшной борьбе. Он все равно поднялся, приехал. И тут он думает, вот товарищ обрадуется, что он преподавает. Он пришел. А они говорят, вот ты такой, сякой. Это неправильно. С точки зрения диалексики, это совершенно неправильно. Надо приветствовать его. Вам-то легко удалось. А ему как тяжело удалось. Иди сюда. Он пришел. Можно сказать, приполз. Некоторые, знаете, открываются деревья и вползают. Это вообще. Так. Вот мы получили новую категорию без названия. Вас это удивляет? Вот когда вас родили, сначала что было? Было ваше имя, а потом родили вас. Или сначала родили, а потом имя? Сначала родили имя. Мне зоро кажется. Хоть я вас плохо знаю. Но мне кажется, что сначала рождают детей, потом дают им имя. Вот так и философия. В отличие от математики. Сначала мы получили категорию, потом назвали. Мы так же получили сначала чистое бытие, потом назвали. Получили ничто, потом назвали чистое ничто. Потому что чистое, потому что еще ничего другого не было про него. А вот сейчас получили категорию движения исчезновения. Если явно ничто, ничто в бытие, как ее назвать? Берем момент, это ее противоположное движение, а в целом это движение, как назвать, как мы решаем такую проблему? Очень просто. Мы обращаемся к источникам. Почему? Потому что вы не профессиональный же философ. Как вы придумываете сейчас какое-нибудь название? Не придумывайте. Значит, вы идете, открываете науку логики Гегеля и смотрите, как называется. Называется это становление. Откуда это берется название? Из истории, философии. Люди до нас с вами 2000 с лишним лет думали на эту тему. 2000 лет. Вы не хотите ее подпользоваться? Становление. Это первая диалектическая категория, истинная категория. Посмотрите, потому что она в себе содержит два противоположных движения. Бытие переходит в ничто, не ходит, переходит в бытие. Истинная категория. Первая истинная категория. Так, вы там на философии истину-то изучаете? Да, вот мы знаем одну истинную категорию. Какое? Становление. А уже никто не знает. Вот уже мы с вами попали уже в такое состояние, что мы вообще чувствуем себя одинокими в этой вселенной, потому что в основном никто не знает, что такое становление. Можете проверить на своих родных, близких, знакомых. Предстаньте сегодня ночью. Слушай, а ты не знаешь такое становление? Чего? Ну, проверьте. Да им до этого... А вот нам в университете, в Санкт-Петербургском, преподают. Причем не просто преподают, а мы сами додумались. Название взяли у Гегеля. Название-то можно взять, а додумались сами. Правда же? Вот до этой категории, до движения, исчезновения одного труба. Вот. Так. Вот эта категория называется становление. Становление. Вот теперь давайте, что будем делать, если мы уже знаем название? Какие есть предложения? Обдумывать. Вот. Очень хорошо. Вот вы уже поняли метод. Получили, начинаем обдумывать. Ну, обдумываем становление, видим в нем, обдумываем и смотрим на него, умственным обзором. Видим, вот в бытие переходит ничто. А вот навстречу ничто переходит быть. Давайте назовем хоть эти два разных момента. Один момент – переход бытия в ничто, а другой – переход ничто в бытие. И несмотря на то, что они существуют в единстве, давайте их все-таки назовем, каждый. Как бы вы назвали переход ничто в бытие? Переход. Как? Возникновение. Ну, тут явления слишком много надо знать. Том, второе учение о сущности, явление. Забежали вперед. Это возникновение. Новое для вас слово, не новое. Правильно? А как вы понимали? Вот я теперь к вам скажу ехидно так. А как вы понимали раньше возникновение? Ну, так и понимали, что не было и стало. Правильно? Переход ничто в бытие. Как еще? А вот противоположное название для противоположной категории. Как? Ну, это вот вряд ли такое сразу догадаетесь, потому что такое название не в ходу. Прехождение. Прехождение. Все приходит. Да? Ну, вот у нас занятия сейчас идут с вами? Идут. Это все приходящее. Скоро кончится. Не расстраивайтесь. Если к тому, то тяжело. Скоро закончится. Сейчас посмотрим, сколько осталось. Ну, 12.31. Осталось 29 минут, и я уже вас отпущу. Мог бы больше сдержать? Новое чувство. Это умственные усилия такие. Если люди чистое бытие изучали, чистое ничтое, это страшная, тяжелая такая задача. Вот. Так что. Вы не болеете, да? Бывает, да? Бывает. Ну, бывает, конечно. Ну, это приходящее. Ну, да. Ну, и все, опять здоровый. Все расстраиваются. Все живут. Поэтому не надо никогда расстраиваться, когда заболеешь. А вот люди не знают философику. Ой, говорит, я заболел. Да что заболел? Ну, заболел, пройдет. 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 Приходящее. Это все в прихождении. Или. У вас денег мало? Или много? Мало. Я чувствую, что-то вы задумывались. Она уже высказала. Она уже сказала, у нее и валюта есть. И так вот. Я запомнил. А ходят такие скромные, такие как бы. Знаете, сейчас капиталисты такие, как бы они ходят. Такие затрипаны. А денег у них много. Так. Ну, это все приходящее. И на вас найдется управа. Приходящее. У нас есть следственный комитет. Товарищ Бастрыкин. А у вас? А у вас мало денег. Ну, это приходящее. Скоро будет много. Ну, хорошо. Ну, хорошая категория. Блеск вообще. Универсальная. То есть, если да. Вот вы уже категорию прихождения освоили. Вы уже как бы можете идти в лес отширенником. К вам придут. Что-нибудь спрашивают. Рассказывают. Рассказывают. Это приходящее. Другие придут. Противоположное рассказывают. Вот так слушают. Слушайте. С умным видом только. Вот у вас очень хорошо получится. У вас такое. А вы говорите. Это все приходящее. И все. 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 Вы уже готовы. В отшельники идти. Ну, пока. Потому что еще, может, выгонят с работы, если будете там искусствоводами. То вы просто уйдете в горы там или куда-то. Так. И там будете. Изрекать. А еще. Значит, у нас есть одна категория возникновения. А другая категория прихождения. И они находятся в единстве. Их нельзя брать отдельно. Нельзя возникновение брать. Вот вы сейчас развиваетесь, да? Да. А я умираю. Я хотел про вас сказать. Ну, думаю, про вас не буду говорить. А так просто намекну. Так, что вообще каждый находится и в развитии, и в движении вверх. И все же смертно. Если родился, значит, умрешь. Не хочешь умереть? Не рождайся. Ну, правильно? Единственный способ. Не умереть – это не родиться. Ну, не хотят использовать. Люди, а как не могут ее использовать, когда они не знают никаких способов? Они уже, когда родились, уже поздно. Уже. И вот начинают люди рассказывать. Ну, ничего, будет огромная жизнь. Там будут райские сады, кущи вы будете там. Я спрашиваю. Так, а я буду там пролетать-то? Душа у меня будет пролетать? Только у меня и зубов нет. И яблочки есть, это райские. Что, мимо них буду пролетать? Так это еще моральные пытки. Куда меня направляет? Страшное дело. За что этот? Вот вы сейчас философию изучаете, да? А за что этот вот распрогнелся Бог на Адама и Еву? Давайте рассмотрим. Что? Сорваем яблочко. Яблочко. Яблочко съели, да? Из этого яблочко, из-за одного яблочка. Он потом, значит, говорит, и все вы будете, и дети ваши, и дети ваших детей, все будете наказаны. Ну, вообще, какой злой Бог. Что, вот ваш ребенок сорвет яблочко? У меня дед, говорю, был, он, когда мальчишки залезали и поверывали яблочки, он говорит, да, пускай, ребята, поедет. Что это такое, что яблочко одно сорвали? Ну, ладно, там, ну, казал эту Еву и Адама. А что детей-то их? А детей тех детей? А тех детей и ваших детей еще он наказал? Будущих, которых нет еще, он уже их тоже наказал. Ну, это вообще черт-те что. Вот Сталин был, тот не злодей был. Он говорил, дети за отцов не отвечают. А Бог, а Бог, ну, просто ужасный. Это мало того. А что за дерево это было? Это яблочко было непростое. Что это за дерево? Дерево как называлось? Дерево какое? Антоновка? Какое дерево? Что на нем росло? Какие яблоки? Яблоки, сохраняющие волосы. А? Сохраняющие волосы. Нет. Нет, это вы что? Это из фирмы, наверное. Вы там в фирме работаете? Рекламной. Что вы говорите? Сохраняющие волосы. Древо как называлось это? Яблоки растут на древе. А что вы, что в Библии не читали? А что вы не верующие? Я-то не верующий тоже, но я Библию читал. После этого я стал ужасно неверующим. Сейчас объясню, почему. От знания уже. Не от незнания, а от знания. Сейчас я вам напомню. Вы это знаете, но забыли. Древо познания. А потому что вы вот хотите яблочко съесть с древа познания и стать как мы, как боги. Чувствуете? То есть, чтобы были люди. И это дерево добра и зла. Вы хотите узнать, что добро, а что зло. Вы хотите. Пришли, наверное, занятия по философии тоже пришли узнать. У меня украсть знания того, что есть добро, а что зло. Что ничто, что вы за этим пришли. Вот бог бы вас за это страшно наказал. Он бы вот, как он и наказал их всех. Вот будете теперь в поте лица своего есть хлеб свой за это. Для того, чтобы вы сорвали и хотите стать как мы, боги. Вот вы хотите, студенты, стать как мы, преподаватели. Чтобы у вас было не 1480, а у меня 42 тысячи рублей. Да я вас, что с вами сделал? И детей ваших, и детей ваших детей. Всё. Размотаю. То есть, бог изначально хотел держать людей как животных, чтобы они не знали, что добро, а что зло. Что это такое? Это кто у нас такие? Или какие люди, которые не знают, что добро, а что зло? Это не люди. Они в человеческом обществе рассматриваются как как не люди, которые не различают. Вы различаете добро и зло? Ну, слава богу. Я думаю, сейчас кинет в меня чем-нибудь тяжелым. И сказать, я вам добро принесла. И в глаз мне попадет. Авторучки у вас острые, я смотрю. Вот, кидайте у меня телефоном. Я его поймаю и сделаю из этого зла добро. Быстренько продам. Сейчас выйду, скажу. Тут за 5 рублей продаю. Очень мы сильные сейчас. Категорию нашли, которой вот хочется дальше пойти, но хочется еще на ней тут и постоять. Потому что это очень сильная категория. Во-первых, добра без зла не бывает. И зла без добра не бывает. Как можно понять? Откуда вообще дьявол появился? Вы не заметили? Нет, вот Бог создал весь мир. А что, как он? Откуда потом? Он вообще контролирует, что он создал? Нет, ну если я что-то создаю. И потом вдруг появляется дьявол. Сказать, ну это ни при чем. Нет, я же создал, я архитектор этого мира. Я все создал. И вас создал, и вас, и вас, и вас. Потом вот там на задней парсе, там оттуда. Ну, что это такое? Да кто виноват? Она виновата или я виноват? Вы не. Ну, правильно. Все правильно понимаешь, что я. Как так интересно, Бог создал такой мир, что появляется дьявол. И он начинает вас искушать. Лучше бы покушать дал, чем искушать. Откуда? Я ехал с одной такой, очень религиозной, молодой девушкой в поезде. А у нас какой-то как раз конференция религиозная ехала. Ну, я, поскольку я за Библию-то читал, я тут с ней решил потолковать, поговорить. Я говорю, а дьявол откуда делся? А это, говорит, падший ангел. Падший ангел. Значит, вы у меня ангел будете. Так, все, значит, я вас назначил на хорошую должность ангелом. От хорошей же должности. Так, да, эти с крылышками. Потом раз и упала падший ангел. Значит, это о чем, говорит, что я не умею подбирать кадры. Или у меня нет с заводелом кадров, которые подбирают. Что это такое, падший ангел? Значит, что такое устроил мир, что еще это падший ангел? Ну. Вот, так что вот. А? Что? Отказался поминоваться Богу, насколько я понимаю, братья, сестры, и все. Ну, если я был бы Бог, вы бы меня отказались поминоваться. Я бы вам тут... Интересно. Вы вообще, если я Бог, то вы кто? Я пастырь, а вы кто? Овцы. Хотите быть овцой моей? Нет, она не хочет. Вы что, против религии? Нет. Ну, как же, я пастырь. А вы паства. Ну, тогда вы раба Божия. Рабой будете моей. Не хотите овцой? Рабой будете. Так, все идут домой, она идет ко мне домой. Она рабыня у меня будет. Первая задача будет посуду помыть. Я гору оставил там. А дальше посмотрим. Плетье у меня тоже есть, если что. Ну, и, так сказать, у нас все приготовлено, чтобы рабыня была настоящей. Ну, рабыня это. Рабов. Что мы с ним можем делать? А еще что хочешь? Убить можно раба? Да. А рабыню тоже можно. Ну, крепостных секли. Нехорошо было их убивать, поэтому это запрещалось законом. А при тьме сколько угодно. Продавать можно. Вот если бы вы были крепостной крестьянкой. Нет, я бы вас не попал. Не такая крестьянка подходящая. Я скажу, пригодится. Зачем я буду вас продавать? А кто не будет знать философию? Всех продам. Ну, а рабов продавали, само собой. Продавали, убивали. Обычное дело. И вот вдруг вам говорят, что вы раба Божия. Не знаю, вас это радует? Что-то меня не радует, чтобы я был рабом. Хотя бы даже и Божьим. Зачем рабом-то? Я думал, что Бог заботится, что я развивался как человек. Я говорю, нет, вы будете рабыни. Я уже не говорил о том, что вот он, когда начались события, там, Содом, Гоморра, вон. Я же вам сказал их всех убить, а вы оставили беременных женщин, младенцев. Почему вы их не убили? Значит, на вас, на пущу моровую язву. И людей на железных колесницах, наверное, из Египта. И шершней. А тут что-то, таких вот, вы тут жалите вообще. Ну вот я, честно говоря, я почитал, я читал две недели. Честно. Потратил своего отпуска. Как-то это вот не вдохновляет. Это все такое. Ну а отражает, конечно, то, что было раньше. Тот мир, который был. Но это у нас не вдохновляет. Так, это вот мы только вот, категорию-то взяли такую, в которой есть и то, и другое, и возникновение прихождения. Можем теперь сказать, что становление, есть единство, возникновение, прихождение. Красивое должно быть, оформить, но даже то, что мы добыли. Правильно? Не надо торопиться бежать, надо всегда оформить результат своей деятельности так, чтобы можно было подать. А что вы делали сегодня на занятиях по философии? Мы рассматривали становление как единство, возникновение и прихождение. Вы должны же уважать, вот чем вы занимаетесь здесь, родственники. Скажете маме, папе, мы рассматривали сегодня становление как единство, возникновение и прихождение. Ну все уже, это уже им надо спрашивать вас, что это такое, как это понять. Надо сказать, ну как вы это поймете? Это очень сложно. Это вам не понять. Вам и чистое бытие-то не понять, чего вы там. Да, и возникновение и прихождение не дайте. Значит, вот так здорово получилось. А куда делись бытие и ничто? Они пропали. То это возникновение, что становление – это единство, возникновение и прихождение. А можно сказать, а где тут бытие, а где ничто? Куда-то пропали они. А нам как-то грустно без них жить. Это же простые категории. Они тут есть, нет? Есть. А как вот сказать? Где вы их увидите? Где вы? Покажите мне бытие. Вот я вам даю восстановление, как единство, возникновение и прихождение. Покажите мне бытие. Это спрятано. А? Это спрятано в нашей полости. Вот в вашей полости. Так вы должны выявить, как студентка. От вас спрятаны. Вся истина спрятана. Вот и истину надо ей познать, раскрыть. Надо рассмотреть прихождение, деление, возникновение, деление. Рассматривать? Я что, запрещаю вам рассматривать? Я вас ответ мне дайте. Покажите мне, скажите мне, где здесь? А ну что, пропало что ли? Я столько мучаюсь из-за этого чистого бытия. Я вам дал уже остановление. А вы то потеряли? Что за голову так? А? Бтие возникает и прихождет. Уже из мысли, уже утекло из вашей головы. У вас есть возникновение и прихождение, а бытие ничто из вашей головы утекло. Это вы хотите сказать? Единство, оно есть. А? Единство, оно есть. Да, единство-то есть. Ну, да. Вот здесь, да, есть. Ага. Это чистые пикеты. Ага. А тогда где ничто? Где ничто? Что, единство нет? Что, только есть бытие? То есть мы опять вернулись сначала, с чего начали. О-о-о-о. Значит, мы чем занимаемся? Логика и логика оформлена в мыслях, в понятиях. Поэтому надо внимательно следить. Вот вы напишите. Прихождение – это бытие, запятая, переходящее в ничто. Написали? Или не написали? Написали, да. Ну, что написано? Переход бытия в ничто. Нет никакого перехода, это не это вы записали. Я вам сказал, запишите. Прихождение – это бытие, переходящее в ничто. Бытие, запятая. Написали? Не записали. Вам лень записать. Лень. Вот лень – это вот дьявол у вас уже искушает. Бытие, запятая. Покажите, написано бытие, переходящее в ничто. Не вижу. Вы хотите сэкономить. Силы сэкономить. Последняя сила вас оставляет. Вы не знаете, даже она там между строчек пишет, потому что и срочку не начать. Ради философии не начать срочку. Ради поиска бытия. Да чего жадный на рост пошел? Она экономит место вот это белое, смотрите. Все равно у вас испорченный лист. Смотрите, он зачернен какими-то значками. Бытие, переходящее в ничто. А вот теперь знаете, как спрашивают молодежи? Короче. Бытие, переходящее в ничто. Короче – это что? Бытие, переходящее в ничто. Короче. Прихождение. Да вы хоть читайте, что написано. Что вы мне рассказываете? Вы читайте, смотрите, глядите. Бытие, запятая, переходящее в ничто. Короче. Это возникновение. Бытие. Ну что вы говорите? Про возникновение. Это бытие. Вот. Ну вот. Потому что это бытие какое-то. Приходящее, переходящее. Бытие, переходящее в ничто. Это прихождение. Так? Да. Ну. Ну короче, это бытие? Да. Ну. Девушка красивая. Это что? Короче. Девушка. Красивая или девушка? Девушка. Ну девушка. А потом уже красивая. Красивый бывает и столб какой-нибудь. Ну как вот. Ну чего такого я особенно от вас требую? Не скажите, что я вот что-то изуверствую прямо. Вот заставляю вас черти что говорить. Выяснилось, что красивая девушка – это девушка. Ну слава себе, Господи. Значит, бытие, переходящее в ничто – это бытие. Нашли бытие? Да. Давайте ничто искать. Это ничто. Возникновение – это ничто, переходящее. Бытие. Короче. Ничто. Ничто. Вот вывод. В жизни нашей, в жизни во всей нашей, бытие только и бывает, как переходящее в ничто. Вот какой вывод и философский важный. Никакого другого бытия в жизни нашей и не нашей вообще в жизни, в действительности, кроме переходящее в ничто не бывает. Ну а же об этом мы говорили. Если вы родились, значит, жизнь течет. Жизнь наша течет. Куда течет? Не будем о грустном. А если мы? А если речь это ничто? Никакого пустого ничто нету, есть ничто. Это мы начинали с чистого ничто. Мы с ним расстались уже. И выяснилось, что есть только ничто, переходящее в бытие. Правильно? Нет никакого другого ничто. То есть вот это, если раньше эти категории две были разделенные друг от друга, были абстракциями, это уже не абстракции. Все в нашей жизни, все в мире, оно соединено. Бытие соединено с ничто. Бытие существует как переходящее в ничто. А ничто есть только как переходящее в бытие. И только так. Никакого другого ничто вы не найдете. Поэтому так трудно его понять как ничто. Как мы вначале брали там, как-то странно было ничто получать, затруднялись. Почему? Правильно затруднялись, потому что нету такого. То есть чистое ничто – это абстракция. Мы вырвали ее, остановили ход. Потому что мы берем вначале и застряли в этом начале. Тогда мы можем там чистое в бытие получить. Это важное положение, что вот, во-первых, все изменяется. Все, что есть, переходит в ничто. Все. Государство переходит в ничто. Общественно-экономическая формация переходит в другую. Данные переходят в другую. Там монастыри, здания, сооружения, памятники. Все это подвержено вот этому переходу. А ничто переходит в бытие. То есть если студент пришел, ничего не знает, будет знать. Правильно? Сейчас у вас первый курс. Ну это почти ничто. Но сейчас уже нечистое. Чистое было вот когда вы пришли в начале. Сейчас второй семестр. Какое чистое? Чистое. Об чистом и забудьте. Все. Все уже нечистое. Идет переход, ничто. Бытие. Вы кто такой? Вы историк в становлении. Если вас спросят. Вот теперь мы изучили становление. Вот здесь спросят. Вы кто? Я историк в становлении. Круто. Ну если раньше вы, некоторые я спрашиваю на большой аудитории. Вы кто историк? Они говорят, нет, уходи. Что вы на историческом факультете делаете? Уходи. Не уходят. А что вы застряли? Ну если не историк. Историки. Ну какие историки? Второй вопрос. Они делятся там. Какие-то туристы, какие-то не туристы. Историки-велосипедисты. Мало ли какие историки. Что мы там? Кто изучает историю древнего мира? Кто изучает историю новейшую? Историю России? Ну историки все. Но надо понимать, что пока вы находитесь на первом курсе, и на втором, и на третьем, и на четвертом, вы историки в становлении. И вот мы закончили обучение. И раньше вообще-то надо бы специалистом стать в этой области. Поэтому кому-то из умных людей, которые не изучали философию, показалось в умных кавычках. Зачем специалистом? Вот вы станете специалистом и будете конкурировать со мной. Деньги у меня отбирать? Вот надо сделать из вас недоучку такую, чтобы один год отрезать, и вы все время будете ниже меня. Вот я специалист, я закончил вуз. Я это закончил как специалист, а вы закончите как бакалавр. По аспирантуру нельзя идти. Так, в вузе нельзя работать. Если на госслужбе в подчинении не больше одного человека, вот как придумали. А это чтобы из вас деньги выбить, и идите в магистратуру. Чтобы еще эти два года из вас, родители, из ваших втянуть деньги. Деньги нужны государству. Давайте, идите в магистратуру. Вот дойдете до 4, скажут, ну что, 4 года закончили, давайте идем в магистратуру. Еще два года. А раньше за 5 лет давали специальность. Специалисты, это же хорошо звучит. Мне понравился специалист. Как может не понравиться? Если человек, люди обдумывают вообще, о чем говорят, что делают. Ну, это то, что есть. Бытие. А все же приходящее. Вот то, что сейчас вместо специалистов готовят бакалавру, это тоже приходящее. Расравится. Все будет. Только мы уже не попадем под это дело. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется. Ни мне, ни себе. Ну, это так не надо уж так вот растягивать. Это не Красов так грустно так написал. Ну, я думаю, что это от вас же зависит. Правильно? Потом люди, да, разберутся, поправят. Значит, нашли мы бытие ничто, а то мы боялись, что по дороге только вот такие категории и тут потеряли. Ну, как же так? А теперь уже у нас категория, уже вагон. Вот сейчас вы придете домой и скажете, а что вы изучали? Ой, что изучали? У нас и чистое бытие, и чистое ничто, и простое бытие, и простое ничто. Переход бытия в ничто, переход ничто в бытие. Движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытие. Становление. Становление нашли возникновение, прихождение. И вы, приходящие тоже, кто с вами разговаривает. И все. Собо он больше не спалит. Но это очень много. Такое напряжение страшное. Страшное напряжение. После такого напряжения, я даже вот боюсь, что вот если я дальше продолжу, это произойдет какое-то прихождение такое, что вообще рухнут люди. Поэтому я останавливаю лекцию, пока все целы еще. И тогда у вас будет противоположный процесс. Вы сейчас пойдете, что-нибудь перекусите на свою бешеную объемную стипендию. И будете готовы к следующим занятиям, потому что у вас после, кроме философии, еще что-то есть. Но они тоже ведь закончатся. Почему? А потому что все приходящее. Вот и все. Так. И тогда у вас будет свободное время. Ну, правда, оно приходящее. Но будет же. Ну, я не буду спрашивать, что такое свободное время, потому что вы не ответите. Могу вам дать задание, надо до следующего раза подумать. Что такое свободное время? Потому что сразу вы не скажете. Не торопитесь. Так, на этом сегодня все. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.